Пока не пришло время строить новые, решили оценить качество старых. Автомобильную дорогу Курьянова-Наваталица старой, конечно, не назовешь. Ей всего три года. Гарантийного срока еще год. Состоянием дорожного полотна инспекции во главе с губернатором осталось довольно. Вот по этой дороге протяженностью более трех километров я лично проехал в субботу, посмотрел, ну, всего лишь две небольшие ямочки, которые были, конечно, заделаны по гарантийным обязательствам. Также хочу сказать, что это участок дороги, который используется будет как западный обход областного центра. Западный обход в этом году снова в центре внимания. В 2016-м введена в эксплуатацию дорога Авдотья-Наминеева, соединяющую улицы Минскую и Революционную. Теперь, отметил губернатор, нужно новую трассу как следует разрекламировать. Для этого необходимо, чтобы она появилась на всех навигационных картах. Кроме того, Павел Коньков дал поручение на каждом въезде в город установить большие схемы проезда по Ивановым. Мы в этом году начнем разгружать еще улицу 8-ю Минеевскую, то есть будем делать перемычку между Костромской дорогой и Минской в районе автранспортного комбината. Там общая смертная стоимость 170 миллионов, половину мы сделаем. Западный обход будет достроен в два этапа – за 2017 и 2018 годы. Город берет на себя обустройство улицы Революционной, на которой возрастает нагрузка. Будет реконструирован заезд улицы Дюковской на улицу Революционную. Там увеличат радиус закругления дорог. Кроме того, в этом году наконец-таки дойдут руки до многострадальной улицы Станкостроителей. У нас сейчас, как у города, главная задача – это, конечно, улица Станкостроителей, потому что в ненадлежащем состоянии она находится. Особенно у нас та часть, которая идет от улицы Некрасова до полигона Чистое поле. Там расположена значительная часть промышленных предприятий, которые просто, как мы видели из сюжетов в СМИ, и сам я туда выезжал, дорога находится в ненадлежащем состоянии. И в этом году первый этап ее уже запланирован. Обновление участка от Некрасова до Чистого поля будет стоить около 90 миллионов рублей. Все дороги сейчас проходят процедуру торгов. Начало работ запланировано на май-июнь. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.